Всем привет! Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром Я снова рада видеть вас на своем канале И конечно сегодня мы с вами посмотрим очередной видос Про мероприятие, про открытие магазина Который был в Москве буквально 2 недели Или 3 недели назад Ну в общем был совсем недавно И называется он NYX Professional Makeup И на это мероприятие были приглашены многие известные блогеры Я даже когда ехала туда, я просто не ожидала Потому что я знала, что Маша Новосад будет также на автограф-сессии В этом магазине буквально через 3 дня после открытия Но я даже не подозревала, что в тот день, когда я приеду снимать именно само открытие магазина Что будет настолько масштабно Мне просто сложилось такое впечатление, что либо все прогуляли школу Либо все прогуляли институт И приехали посмотреть, потому что в 10 утра, в будний день было столько много людей Что вы себе этого просто не представляете Людей было реально очень много И в основном это были одни девушки Просто одни, такой малинник потрясающий Ну это было очень прикольно Поэтому хочу вам показать, каким было само открытие Как там было здорово, как делали девушки макияж Потому что там можно было сделать себе макияж в тот день Но я не стала делать, потому что мне важно было Отснять вам материал и показать, как там было круто Тем более, что когда я приехала туда в 9 часов Мне сказали, что будет еще блогеры И что Настя Шпагина приезжает И кстати говоря, мы с Настей записали видео специально для вас Потому что я знаю, что многие среди вас есть те, кто ее любит Поэтому это небольшой такой спойлер Перед тем, как вы посмотрите это видео И я думаю, что вам понравится Потому что будет очень много разных блогеров И я даже отстояла огромнейшую очередь Чтобы только зайти в магазин и отстать для вас Именно в самый первый день Эту косметику и показать все-все-все Приветствую Пару слов о тех бьютиблогерах Которые сегодня обязательно появятся В наших глазах Это Мэннин Дам Талантливый визаж жизни Первый Получает шанс вытянуть эту сцену И получит макияж от Нэй Да, вковка-то Кэт Виктория Моисеева Одна из первых бьютиблогов Этим ником зовут Виктория Девушка русского происхождения Уже на протяжении 30-го времени живет в Германии И воспитывает очарательную точку на Абель Ведет свой блог как раз в мире Паруисмонста Но нацелки этого баланса Сегодня здесь обмена интереса Вообще всех представителей бьютиблогов Добро пожаловать Никс Профессионал Мэйкоп Открыл свои двери для всех бьюти лаверс Никс бьюти лаверс Добро пожаловать Добро пожаловать Абси Фэмили Для 2010 года Илья У нас 4 В режиме Лайв В прямой Это прямой бригады и красоты В Nix Cosmetics Russia У нас официальный хэштег С Женей Гейт Вместе с блогами Из Казахстана Женей Гейт подходит Через десять На фоне пресс-мола напротив Сцены Это динамичное Это динамичное Это динамичное Это прекрасно Ну да, как давно это было? Ну да, как давно это было? Вот на два Наверное, два Ну да Тогда ты точно мне скажешь Три самых крутых пресс-молгических для тебя Так На первом месте премьера Вместе с блогами Встречаем и приветствуем Если перевести Поэтому все желающие Встретить, поприветствовать Делать автограф-сессия Селфи-сессия С Женей Гейтс Смело подходите Все эти люди стоят в очереди Почему эти молодые Красивые, перспективные, яркие Амбициозные Стоят в очереди По направлению вот туда Там открылся у вас сегодня С 10 утра Латинский магазин Никс Профессионал Женей Кап Я желаю начинающим Ютублогерам не бояться И к своей цели Снимать видео Все у вас получится Главное верить в себя Спасибо большое Спасибо большое Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отстоять такую очередь Было не сложно Потому что я очень люблю этот бренд А перед вами самый самый первый день Открытия этого магазина в Атриуме Хоть я не успела попасть в первую сотню тех Кто увидел замечательные товары эти Потому что мне было важно Все отснять и открытия И показать вам Но в магазин я все-таки попала Посмотрите Сколько всего крутого тут представлено Если вам не сложно И вы пользуетесь этим брендом Напишите пожалуйста в комментариях Какими средствами вы пользуетесь Из этого бренда Потому что я покупаю продукцию Уже как два года И много могу вам посоветовать хорошего Какого-нибудь темного оттенка губы Конечно образ становится более драматичный Но не выглядит вульгарным При правильном подборе оттенков Гостей также развлекал ведущий Зажигательные танцы Которые вы сейчас видите Раздавали пряники и водичку Кстати танцы очень хорошо пришли с тем Кто стоял в очереди Залипал свои телефоны И отвлекался на эти Замечательные телодвижения Даю привет всем подписчикам Спасибо вам большое что смотрите Я вас люблю Я понимаю Пока Спасибо Пожалуйста Это был второй день мероприятия Это был второй день мероприятия Ставьте лайки Так что из-за океана Субтитры делал И во многих вкусах Субтитры делал Субтитры делал Ах, это было красивое Я из-за привет Я из-за привет Я из-за привет Ему из-за привет Передах Вай-деручит Субтитры делал Еще один ежедневник Замечательный Мы и надеемся Поехали Так, на что-то кто-то будет? Нормально. Продолжение следует. Что нужно молодым девушкам, чтобы они не боялись снимать? Честно, надо забить просто на всех. Ну, как я делаю. Вообще, я считаю, что надо всегда забивать на всех, не слушать никого, делать то, что нравится вам. Так что никого не слушайте, а все получится. Хорошо, и давно у тебя купились, не все. Спасибо. На самом деле, когда я ехала туда, я даже не подозревала, что будет такое большое количество блогеров. И это очень круто, что есть такой промоушен у магазина, что раньше такого не было, раньше таких открытий не было, то есть никого из блогеров не приглашали. А тут прям очень здорово получилось. И, если честно, когда я приезжала в магазин, я подумала, что я приеду буквально туда, ну, на 10 минут просто сниму все по-быстрому и поеду там по своим делам. Но в итоге я оттуда уехала, наверное, часа в 4 вечера, представляете? То есть я в 10 утра приехала и в 4 вечера поехала домой. На третий день было вообще что-то непонятное, потому что сначала была Лиза Он Эйр. Я не стала к ней подходить, потому что я редко смотрю ее видео, но я ее поснимала также для вас. Потом пришла Маша Новосад. У каждого блогера было 2 часа на автограф-сессию, и, конечно же, не успели. А с Машей произошла такая история, что пришедших в Атриум было огромное количество, что очередь выходила даже на улицу. Понятное дело, что все не успели сделать автограф, там, фоткаться, еще что-то. Вот нас запускали потом уже всем вместе, потому что мне хотелось с Машей еще там не кое-что рассказать, но там это уже отдельная тема, отдельная история из моей жизни, которая была связана с одной из продукций, и мы должны были на дне работать вместе с Машей. И мне просто хотелось с ней буквально перекинуться 5 минутами. Я понимаю то, что ей можно писать на e-mail и как-то, ну, сконтачиться, но я все-таки за личное общение. Я считаю, что это лучше всего. И людей, пришедших на Машу, было настолько много, что была давка под конец, особенно. Попасть туда было просто невозможно. Мне пришлось слегка схитрить, чтобы просто подойти к ней и обнять. На самом деле, Маша прекрасный человек. Маша очень добрая, искренняя, и она прям, она так благодарила каждого человека, кто к ней пришел. Она каждого человека обняла, и это настолько круто. И у меня единственное, что есть только совместная фотография, где все мы вместе. Ну, хоть на этом спасибо, потому что пробраться к ней было просто нереально. Я знаю, что среди вас, скорее всего, есть те, кто просто сделал селфи и даже успел поговорить, но людей было реально очень много. Мне кажется, что Адриум за свою жизнь никогда столько людей просто не видел. И это так необычно, что на блогеров столько людей приходит, и, ну, это просто что-то. А потом должна была быть встреча с Валерией Долговой, но она была чуть позже, и отдельно я вам ее покажу, потому что это все-таки уже другой день, и это было через две недели после того, как приезжала Маша. А, как вы понимаете, Лера уже живет в Москве, поэтому с ней встретиться оказалось гораздо проще. Но ту невероятную давку с Машей на Массад, это просто, мне кажется, я никогда не забуду, потому что я такое... Вот сколько хожу по фестивалям, по всяким, и толпу на Катю Клэп видела, и что только не видела, но чтобы вот у Маши такое было, поскольку это ее первая встреча, со зрителями это, конечно, была жесть. Поэтому давайте посмотрим, что там было. Спасибо. Спасибо большое. Я не понимаю, с кем я, в кодосе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 на мой канал, разместить это видео у себя странице ВКонтакте, либо репост сделать с моей страницы и написать мне просто, типа, готово, ну, в личку, я имею в виду ВКонтакте, готово. Я вам присылаю номер ваш, именно под которым у вас будет проходить розыгрыш. И с помощью генерации чисел через программу я запишу видео, и программа сама выберет число, и, соответственно, выложу через, давайте через две недели. Я думаю, это будет правильно, потому что я уже заметила, что все смотрят видео, вот так. Вот, поэтому все-все просто. Быть подписанным на мой канал, сделать репост на вашу страницу ВКонтакте, либо репост с моей, как бы, ну, с моей страницы ВКонтакте это видео репостнуть. В общем, это не важно. И написать мне в личку готово. Просто одно слово готово. И я вам пришлю число, там, ну, допустим, если вы первый, то вы будете первым, если вы будете одиннадцать, то у вас будет одиннадцатая. Вот, и, соответственно, проведем конкурс, страницу победителя я покажу у себя здесь видео на канале. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и мы совсем скоро встретимся с вами здесь уже с какими-нибудь другими видосами. Спасибо, что со мной. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, подписку. Я вас всех очень люблю. Обнимаю. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok